Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. То, о чём вы спрашиваете, касается в первую очередь удержания, накопления. Сюда же можно, в принципе, прописать такую историю, как собесобирательство. И, соответственно, можно сказать, что подобный типаж может характеризоваться обидами, недоговорённостями всякого рода. И так далее. Вот. Понимаете, да? Вот. То есть тут есть вот некоторые свои нюансы. Вот. Это просто такой вот тип личности. Вообще, как бы, есть подобный тип, в принципе. В норме. Вот. Ну, есть норма определённая. Вот. Естественно, так сказать, форма, да? Такого типа. Но существует и, как бы, достаточно серьёзное отклонение. Вот. Когда эта модель начинает доминировать. Вот. И, соответственно, человеку становится сложно уже существовать. Существенно память его, ну, как бы, качество жизни. Вот. То есть нужно понимать, что это не патология. Нужно понимать, что, ну, далеко не всегда это патология, да? Довольно часто может быть, в принципе, история, это, как бы, ну, про именно норму. Ну, норму, ну, просто вот норма, она такая, достаточно специфичная. Если человеку комфортно, да? Ну, если человеку нормально в этом. Вот. То, соответственно, вполне можно существовать в таком, в такой парадигме, в таком состоянии. Вот. Я бы сказал, по крайней мере. Понимаете, да? Что я имею в виду? Вот, в принципе, и все, что можно сказать по данному направлению, потому что это такая достаточно архетипичная концепция. Можно сказать, что подобное проявляется в детстве, когда человек впервые знакомится с такими понятиями, как справление большой и малой энергии. И, соответственно, его отношение к этому начинает, как бы, ну, определять, оказывать воздействие на человека. Да? Ну, вот. То есть здесь есть ряд таких вот деликатных аспектов, вот, которых, наверное, ну, не хотелось поговорить о, ну, таком вот публичном формате. Вот. Я думаю, что у такой модели поведения есть вторичные выгоды. Ну, то есть у вас вот есть вторичная выгода. Вот такого поведения, да? То есть, как правило, подобный вектор связан с тем, вот, что человек пытается, в том числе, оказывать окружающих. То есть, когда человеку что-то неприятно, что-то не нравится. нравится, когда человек, например, что-то не устраивает, вот, он реагирует, как бы, ну, высказывает, он реагирует высказыванием этого, высказыванием того, что ему не нравится, вот. Но человек такого типа, вот, держит это в себе, вот, удерживает это в себе, вот, реагирует. Вот, немножечко-ко-ко-ко-ко, косвенно, косвенно, вот. А, не напрямù, не напрямую, вот. И. Но основа этого наказывает этого человека через обиды, через косвенное какое-то наказывание человека, да, может как-то вот испытываться, условно говоря, неприязнь, определенно, но сделать человек с этим, как правило, ничего не может сам по себе. И зачастую люди просто как бы варятся, условно говоря, в своем состоянии. Кстати, это может быть тем, что человек интерпретирует кокопатия и депрессия, в том, что депрессия – это по большему счету тоже в какой-то степени накопление. То есть понятно, что бывают определенные негативные аспекты, вот у депрессии бывают, там еще другие аспекты, вот. Но как бы депрессивный человек – это человек в какой-то степени так же накапливающий, ну, накапливающий, вот, соответственно, в себе определенные невыраженные эмоции и чувства, вот. как-то так. Другой вопрос, что, на мой взгляд, вам не нужно, как бы, управлять, пытаться понять, значит, то, что с вами происходит. Как бы имеет смысл оставить это специалисту. Понимаете, да, что я имею в виду? Поэтому лучше вам на это не тратить свои силы, как мне кажется, по крайней мере. это очень важный момент. Вот как-то так. По крайней мере, для меня так выглядит. Вот. Я не претендую. На истину, по крайней мере, в том, что я говорю, это лишь одна из сторон. Ситуация одна из, один из аспектов. Я не понимаю. Самое главное, что вам нужно запомнить, это непроживаемость определенных проблем. Человек. Вот. И, скорее всего, характеризующиеся застревания. То есть, вы, скорее всего, застреваете в определенных своих переживаниях. Вот. Понимаете? Да? То есть, вы не можете их прожить и, соответственно, освободиться от негатива. Я бы так это сказал. Вот. Вот, в принципе, на этом, я думаю, можно мой ответ завершить. Я надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам благодарен за обратную связь на мой ответ, если, конечно, хотите. Вот. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ваша ситуация разрешится и вы сможете, как бы, справиться с сложными трудностями и проблемами. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам.